Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня у нас музыкальный Разворот. В гостях музыканты, представлявшие Латвию на Евровидении в этом году. Я напомню, что Латвию представляла группа Карусель. Вот они у нас в гостях. Не в полном составе, можно сказать, что 50%. Это Марцис Василевский. Привет. Марцис – гитарист, так, наверное, можно представить. Гитарист – один из лиц этой группы, потому что тебя было видно наравне с Сабиной больше всего на сцене. И Станислав Юзин – это контрабас. И не хватает, получается, собственно, Сабина, солистки и Марека, который барменщик. Ну что, ребят, закончилось Евровидение. К сожалению, Латвия в финал не попала, но, тем не менее, поучаствовала и в полуфинале выступила. Ну, я бы сначала хотел начать, просто вообще, как вы решились поехать на Евровидение? У меня сложилось впечатление, что вас нельзя назвать поклонниками этого конкурса и какими-то такими людьми, у которых уже с Евровидением есть какая-то предыстория. Ты довольно прав, да. Об этом можно говорить долго. Нет, на самом деле история довольно простая. Мы с Сабиной играли как дуэт довольно долго, с 2015 года. И у нас все время были мысли про свою музыку, писать свою музыку. Но поскольку мы работали вместе... То есть вы играли, вы пели каверы? Да. В основном? Ну, были только мысли. Все время не доходило до дела-то все. И тут мы взялись и решили, что вот все, давай, вот все. Студию сделаем, сделаем, да. Потому что музыка уже была написана, только надо записать это все. И мы пошли в студию записывать это все. И мы думали, как бы, кого бы нам будут взять еще в состав, как бы, контрабас, барабаны, там, все инструменты. Поскольку Латвия, страна маленькая у нас, как бы, и поэтому... Все же все музыканты друг друга знают, да. И у нас получилось играть, в принципе, со всеми возможными контрабасистами в Латвии. Заразит. И Стас, как бы, выиграл конкурс сразу же. То есть, это было так, что, как бы, кто будет на контрабасе играть? Стас, я думаю, Стас, да, Стас, да, Стас. Вот, в принципе, так вот Стас попал на запись. Мы перед этим играли вместе тоже, когда Марси со Сабиной надо было усиление состава. Они приглашали меня, мы играли втроем несколько раз. И как-то сразу, когда мы с первого раза начали вместе играть, мы почувствовали, что... А вы тогда Марси Сабина же назывались «Карусель», это группа «Карусель» уже как бы... По-моему, у вас названия менялись. До «Карусель». А, еще до «Карусель», да. Еще какие-то названия. Это были еще другие. Так, а в какой момент Евровидения появилось? А, ну вот, значит, мы пошли в студию писаться, и как раз-таки был... Проходил отбор на конкурс «Супернова». А, где объявлялся конкурс? Да. И, не, по-моему, даже как раз-таки дедлайн уже. И мы думали, а давай попробуем эту песню вот туда, как бы. Вот просто вот так, давай попробуем. Причем самое интересное, что когда они предложили мне записать, сказали, у нас есть оригинальные песни, мы хотим ее записать. И пришел в студию с удовольствием записал. Мы еще не знали, что эта песня пойдет. Мы не знали, да. Поэтому я, как бы, до последнего момента не понял вообще, где я нахожусь, когда мы уже играли на Евровидении там в «Супернова». Или что это, где мы вообще, что-то. А сколько вот к моменту... Ну, в итоге была песня «Дэд Найт», а к моменту «Супернова» сколько уже было, ну, скажем так, официально записано песен на группе «Харусель»? Значит, очень интересный такой момент. Получается, вы, как бы, мы решили встретиться сегодня, 28-го числа. И, на самом деле, сегодня у нас выходит альбом. О! Я знал, что готовят альбом, но он сегодня выходит. Да, сегодня официально. Поздравляю. Группа «Хрусель». А как называется альбом? «Скачейс оф Слеплес Найтс». Я думал, будет называться «Лайф афтер Евровиджен». Ну, здорово. А сколько, ну, до Евровидения, получается, уже был записан альбом? Нет, это, в принципе, дебют. Да, первая песня. Хорошее начало. «Дэд Найт». То есть, это первая песня, с которой мы пошли в студию ее записать. Поставили ее на этот конкурс. И вот как-то очутились в студию ее. Люди из Латвии выбрали нас. Мы им очень благодарны. А как это происходило? Вы сначала отправляли песню или сразу пришли, было какое-то прослушивание? Вначале отправили песню. Просто запись. Аудиор. Да, да, да. Там, по-моему, около ста песен, что ли, было отправлено. И, если не ошибаюсь, комиссия была радио «Джей» как раз-таки. Со многих радиостанций. Они как бы просто ставили вслепую баллы песням, которые бы они играли бы на радио. И финал «Супернова» вышло сколько? В финале. В общем, был полуфинал, и был полуфинал, и финал. Было прослушивание, а потом был полуфинал. Там много этапов было довольно, да. И сколько там было в финале, я не знаю. Я бы же не помню. Десять точно, да? Больше. В общем, мы победили, да. И отправились на Евровидение. Но когда победили, просто вот опять же возвращаюсь, что нету этого бэкграунда. Я просто смотрел всякие видеоролики с Евровидения. И там было такое экспресс-интервью у каждого артиста. И спрашивали, я так понимаю, там, ваш любимый, ну там, то, сё. И у Стаса спросили, ваш любимый композитор, и он сказал «Арво Пярд». Да. И я так просто на этот момент чуть ли не в голос так, ну, без, я не принижаю музыкальные заслуги артистов, Евровидение имею в виду, но обычно приходится слышать каких-то поп-исполнителей. То есть мы ориентируемся там на Бейонсе или ещё кого-то, а здесь «Арво Пярд». Как бы это так непривычно довольно. Ну да, потому что обычно каждый день, ну, я другую музыку играл до этого, да. Хотя наша песня, наша песня тоже как бы не... Ну, все говорили о том, что это не совсем как бы формат Евровидения, если такое вообще есть, но да, но это правда. Ну, в смысле, не было диссонанса какого-то, что вы даже, можно сказать, с академическим бэкграундом музыкальным, люди попали в такой, ну, вообще какой-то, какой-то вот карусель. Реально, карусель попала в карусель. А почему бы нет? Потому что Евровидение... Конкурс песни, в конце концов. Теперь мы уже умнее насчёт Евровидения, мы что-то знаем уже про это, мы там были. И Евровидение, оказывается, это аббревиатура ESC, Eurovision Song Contest. То есть это конкурс песни, это не конкурс, кто взял там горящих слонов на сцену. Ну, видишь ли, Мартис, это формально, то есть, ну, номинально это конкурс, действительно, но все понимают, что Евровидение, в нём есть вот этот момент, что это шоу в любом случае, это нужно чем-то удивить, то есть, вот я не знаю, как вам самим кажется, это действительно, есть вот эти вот критерии конкурсные, там, не знаю, вокал, песня, выступление, или всё-таки там есть другие какие-то мотивы, вы почувствовали это? Там, мне кажется, очень много проходит работа перед конкурсом, мне кажется, сейчас появились вот те же букмекеры, которые уже как бы определяют, уже как бы задают вот эту вот тенденцию, кто выиграет. То есть, эти букмекеры, они, как бы это сказать, то есть, они только высказывают своё мнение, или они своим мнением влияют на итоговые позиции? Я думаю, что влияют, да. Потому что в этом году они были очень близки. В прошлом тоже? Да. В прошлом тоже. В прошлом гадали всё. Да, они Нэтту из Израиля, собственно, они ей дали, да, победу и сказали. Ну, а потом началось, то есть, да, тут интересно ещё, что до Евровидения же происходит тоже, там, головокружительное какое-то приключение у каждого артиста, я так понимаю, да? Вот сколько это длилось? Около месяца, да, для вас? Даже больше, наверное. Всё вместе, если посчитать суперновые, то это в полгода. Полгода. А внезапно вы просто вот стали вот на первых полосах... Крутиться. ...какое-то невероятное внимание. Хотя, ну, вам, Мартс, в частности, не то, чтобы привыкать. То есть, я просто радиослушателям скажу, что Мартс уже более десяти лет играет в группе Lime Pillnega, достаточно известной в Латвии группе, с тремя альбомами записанными, правильно я говорю, всё? Так, надо посчитать. Ну, альбом это посчитать уже можно? Три, да. Наверное, три. Четвёртый в осене. А, ещё и здесь выйдет альбом. Ну и да, я понимаю, что все об этом спрашивали, я не могу проигнорировать этот момент, это просто такая интересная ситуация, что в финале Супернова Мартс выступал дважды. Причём, когда уже осталось четыре, да, четыре претендента, насколько я понимаю, гранд-финал какой-то. Было так? Было, по-моему, восемь. Хорошо, восемь, ну, неважно, восемь. То есть, Мартс был в группе «Карусель», и Мартс был в группе Lime Pillnega тоже. Как это получилось? Lime Pillnega подключилась уже потом, после того, как отправили заявку от «Карусели». Примерно в то же самое время. Да. В этом был какой-то коварный план? Коварного плана не было, нет. Даже такого, по-моему, я в историю Супернова не вспомнил, чтобы один участник соревновался сам с собой. Да, но получилось очень удачно, потому что с Lime Pillnega мы в первом полуфинале взяли первое место с «Каруселью», а в втором полуфинале взяли первое место. Ну, а какие-то были реакции жюри? Они не спрашивали Мартса как-то вообще? Не спрашивали, как бы, ну, что ты хочешь, где ты хочешь, естественно. В общем, с Мартсом надо дружить. Да, да. Были самые большие проценты. Поехали в Тель-Авив, я очень хотел, наверное. А были какие-то, ну, опять же, вот есть там протокол, ну, как протокол, то есть до Евровидения, я так понимаю, участники, они путешествуют, ездят в другие страны. Происходит такое, как, я не знаю, обмен опытом. А, там эти припартии. Ну, припартии. То есть, у нас там приезжали норвежцы, я видел, что вы с ними, кстати, там брончевали. Что-то видео было опубликовано, где вы с участниками от Орвегии сидите. Слушали сладости. Ну, мы с кафе, да, обменивались какими-то национальными сладостями, блюдами. Они приходили к нам в гости тоже. Вы тоже путешествовали? Мы ездили, поездка, тур небольшой, там, под другим странами. Мы ездили в Лондон. Катарат. Да. Это официальные припартии Евровидения, они происходят. Самые большие. Да. Самые большие в Лондоне. Мы поехали на самое большое. Потому что, на самом деле, для остальных... Я не чужой для Мартса город, я тоже сказал. Просто Мартс не дожил в Лондоне. У нее так хотелось, на самом деле, сюда тоже вернуться и показать ребятам, сделать экскурсию. Мы за несколько часов сделали экскурсию. Марш-бросок. Он, наверное, показал лучшие места. Мартс выступил как коренной лондонец. Да, да, очень хорошо. Лондонер. Лондонер. И что это было? Что это? Какие впечатления от этого припартии, опять же? Вообще было здорово. Было очень здорово. Супер. Там самая главная цель тоже была. Там была пресс-конференция, где из BBC были журналисты со всей Европы, в принципе, там все. Очень-очень были, да, это была цель главная. Но получили еще очень приятные всякие впечатления от города, от самого места, от людей, с этого места, где мы были. И было очень такое интересное ощущение, когда мы вышли на сцену, мы начали играть, и вся толпа начала петь нашу песню. Это было в Лондоне. Это было в Лондоне, да. И потом мы закончили играть нашу песню, а толпа пела. Там был полный зал. Это было что-то магическое, на самом деле. Просто по поводу диссонанса и всех этих препартий, я почему так спрашивал. Когда смотрел вот ваше интервью и, в принципе, какое-то, ну, как это назвать, бэкстейдж, что ли, Евровидение, всегда казалось, что вы так на фоне других артистов очень так спокойны. Не знаю, даже, может быть, легкое ощущение, что вы не в своей тарелке как будто немного себя чувствовали. То есть мне казалось, что есть такое, что вот этот вот какой-то ураган, он для вас немножко непривычен, что ли. Вот не было такого. Ну, мы спокойные, да, но я бы не сказал, что мы себя комфортно чувствовали. Да, очень хорошо. А насчет, кстати, куда мы еще ездили, очень важный момент, мы ездили в Литву. И это... Да, тоже, да. И литовцы были те, которые проголосовали за нас, дали нам 12 пунктов. Полуфинале. И видно, да, и, видимо, это очень важно. И я могу, может, на будущее сказать будущему участникам, что это важно, куда-то ездить себе. Пока у нас там было 6 интервью, там, и мы два раза были на телевидении, там, и, видимо, это сработало, я думаю. Какой-то маркетинг, он важен здесь. Да, да, и вот они, да. Нам помогли Universal Music. Universal Music организовали. Мы сейчас сотрудничаем. Сотрудничаем, да. Ага. Жюри дали им очень мало баллов, а, по-моему, зрители дали очень много. Или наоборот. Там было вот норвежцы, у них был самый большой разрыв между жюри и, ну, и, собственно, зрителями. Вот. Они рассказывали просто, что, ну, по поводу всего этого маркетика, они говорили, тоже очень важно, кто работает с группой, кто пишет песню. Ну, и это тоже не секрет, что шведы, они в этом плане собаку съели, что-то называется. То есть шведы, они говорят, что вот, они пишут нескольким артистам, они знают рецепт успеха. Я думаю, вы тоже как-то связаны, да, были с шведскими специалистами? С шведскими продюсерами были у нас двое, да, они помогали нам с номером. Да, да. Скорее даже не продюсер, а хореограф. Stage director. Ну, который ставили ваш вот этот вот фестиваль. Да, да. То есть экраны, то, что показывают за нами, плюс какая-то минимальная хореография. Но не какие-то секреты. Вот вам рассказывали, сказали, ребят, сейчас слушайте нас, в общем, вот здесь надо поставить это, потому что это секрет успеха Евровидения. Не на самом деле. Я видел, просто извините, еще какое-то интервью, где Сабина говорили, в одном радиоэфире зачитывал ведущие комментарии, и там говорили, что вот, Сабина, ты не кокетствуешь, тебе нужно смотреть в камеру. Ты не смотришь в камеру, когда выступаешь. Ну, вот такие вещи какие-то. Ну, в смысле, вот шведы, они что-то подсказали интересное такое? Они скорее вот, что было самое важное, что они сделали, они... Сохранили... Сохранили нас, какие мы есть, и они создали такое ощущение, не знаю, такой большой семьи, что мы все вместе вот работаем, и мы... То есть, они еще как психологи там выступили? Да, 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 скорее вот это даже психология. Мне показалось, что они больше всего немножко, ну, были разочарованы в результатах. Они так немножко паникли, больше, чем мы даже. Когда объявили результаты. Ну, а по поводу объявления, кстати, результатов... О, это было интересно. Ну, просто, опять же, очень, ну, понятно и справедливо, я вот слышал ваши, читал комментарии, что вы говорите, в любом случае это маленькая победа, и даже немаленькая, то есть... Ну, наверное, все-таки так не... это как-то не кривя душой, можно сказать, что, наверное, какое-то было... Я могу сказать так, что мы действительно, как бы, были готовы на все, но в процессе уже, когда мы сидели в гринруме, конечно, эмоции накаляются, хотя, да, и больше появляется какой-то азарт, и особенно, когда начали уже объявлять, и человек с камерой, ему же там в наушник, наверное, говорили, подойди к тому, сейчас будут снимать. И он сидел прямо перед нами, и мы думали, сейчас нас назовут, и потом он убежал, потом он опять пришел, и опять сидит, но прямо напротив нас, и мы... И все время это ощущение, что сейчас будет, сейчас будет, и азарт какой-то появился, конечно, да, мы же люди, мы же люди все-таки... Ну, да, ну, конечно, но... Ну, азарт как бы не связан с музыкой, в принципе. Да, 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 просто там на месте такая была обстановка, да. Потому что самое главное ощущение было, когда мы спустились со сцены, и мы поняли, что мы сделали так, как все так, как мы хотели, и это было супер, и вообще было очень приятное ощущение, и на самом деле столько хороших отзывов, и мы исполнили свою цель, для чего мы туда ездили, как бы. Это какая цель? Одну из целей. Во-первых, цель была, ну, поскольку это все-таки конкурс, где страна показывает себя, мы хотели показать Латвию как страну, которая может послать такую музыку, как бы, ну, просто настоящую, красивую музыку, а не придуманную... Не думая о так называемых форматах, форматах и так далее. И это очень оценили люди, на самом деле, очень оценили. Очень-очень много приятных отзывов и так далее. И вторая цель, это было, естественно, как у любого музыканта, это найти своего слушателя. А лучшие платформы, я не могу даже представить себя, на самом деле. Там же сколько миллионов слушателей? 250 миллионов, да, 27 миллионов. Сейчас у нас короткий перерыв, и через пару минут вернемся и про миллионы поговорим. Мы продолжаем, у нас сегодня в развороте одна-вторая группы «Карусель», представлявшая Латвию на Евровидении. Марцис Василевский и Станислав Юдин, еще раз привет. Привет, привет. Мы закончили на тех миллионах, которые вас увидели. Я как раз хотел спросить, ну, у Марциса, да, впрочем, какой у Стаса, есть опыт уже сценический такой, достаточно серьезный. И Марцис, я знаю, с Лайма Пилнега выступал перед, ну, я думаю, там, многотысячной наверняка приходилось. Но все-таки здесь это, конечно, аудитория, она, наверное, даже с населением Латвины, ее можно сравнить, то есть там, ну, невероятная совершенно аудитория. И плюс ты, как бы, не выступаешь как артист какой-то вот, ну, то есть, я имею в виду, не выступаешь как частный артист, а ты вот представляешь, что у тебя флаг этот появляется, представляешь страну. Ну, вот, было, что-то было, что-то менялось внутри из-за этого, когда ты понимаешь, что, ну, в финале, понятно, там, вообще аудитория какая-то безумная, ну, в полуфинале, не меньше, я думаю, там, тоже следят. То есть, смотрят на тебя миллионы абсолютно. Какие были в этом плане ощущения? Мы много думали про это, на самом деле, как вот, как себя чувствовать и так далее. Ну, да, и вот мы заметили, на самом деле, такой момент. У нас были две репетиции, да, по-моему? У нас было много репетиций, на самом деле. Вначале были две репетиции обычные, да. И на каждой репетиции мы по три раза. Да, на каждой репетиции мы по три раза. Мы там уже чувствовали себя как дома, в принципе. В Израиле, вы мотивируете. Да, 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 то есть мы уже начали друг другу успокаивать, как бы, ну, что, сцена не такая уж и большая. Но они так уж много. Да, ну, то есть зрителей на тот момент как бы не было, да, потому что пустой зал, наверное, на репетициях. Ну, я делал телезрители, конечно. Да, да, да. А потом у нас были генеральные репетиции. И с генеральными репетициями была такая ситуация, что... То есть у нас была генеральная репетиция номер один. Потом вечером у нас была генеральная репетиция номер два, которую жюри смотрело, со всех сторон оценивали, да. Следующий день у нас была генеральная репетиция номер три. И четвертая, как бы, это вот уже было то, что вы видели по телевизору все. То есть, получается так, что первое у нас было для прессы, то есть там уже были люди. Ну, пресс-показ. Да, то есть там тысячи человек, допустим, где-то. И ты вообще не воспринимаешь этих людей, потому что как бы ты знаешь, что у тебя дальше будет что-то посерьезнее. Вечером ты для жюри играешь, у тебя очень большая ответственность. Третье, опять же, была такая, то есть, генеральная репетиция именно перед показом по телевидению была с полным залом. Для людей, которые вечером не могут прийти, то есть, допустим, из-за того, что дети, чтобы ночью... Других хотят посмотреть. Да, ну, то есть полный зал, полный вот этот вот зал, там не знаю, сколько тысяч человек, как бы. И в этот момент просто мы выступаем, а это как репетиция у нас. Потому что вечером у нас серьезное мероприятие. И тут мы поняли, что мы только что выступили перед полным залом, где-то, ну, не знаю, 10 тысяч человек. А ощущение, как бы, ну, не было такое, как если бы мы обычно бы, вот сейчас вот у нас самое главное, как бы, было бы мероприятие, сегодня, там, или завтра, или послезавтра, что мы выступаем перед аудиторией 10 тысяч человек. То есть, было бы по-другому ощущение. То есть, там было бы... Мандраж. Да, 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 и тут, как бы, ну, само это вот ощущение, что ты сегодня не делаешь самую какую-то вообще последнюю серьезную вещь в своей жизни. Ну, понял. Да, да, да. Волну. И мы начали просто думать насчет нашего последнего выступления так же само, что, как бы, после этого у нас будет что-то больше. То есть, всегда, да, да, да. И поэтому было, да, вообще, другое ощущение совсем. Но вообще, как воспринимали Латвию, что ли? Ну, то есть, много часто Латвия маленькая страна, и когда вот на международной какой-то арене... Я даже заметил, кстати, такой курьезный момент на сайте Евровидения, там, где вот эта справка про карусель, даже Мартса фамилия как-то неправильно была написана. В Апусе Шевскис как-то так там написали. Ну, в принципе, вот были какие-то вот... Что вы слышали про Латвию, короче, от людей там со всего мира? Знают ли они как-то что-то? Каково восприятие? Кто-то знал, кто-то нет. Но, кстати говоря, местные довольно многие знали. Да. Местные люди. И в Израиле? Да, 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 да. Когда разговариваешь, да, разговариваешь с людьми, они знали. Но там много приезжих тоже из бывшего СССР. Поэтому они знали, да. А так, конечно, участники... Не все, да, они там где-то говорили, это где-то там, там, где-то там, в Балтийском море, рядом со стороны. Снег, рядом с Россией. Снег, да, какие-то представления. Ну, а бэкстейдж, Евровидение, вот, в принципе, ну, я понимаю, что у вас ожидания особо не было, потому что вы не то, чтобы, наверное, были вовлечены в эту историю Евровидения, в принципе, до этого. Но были вещи, которые, вот, то, что мы не видим, зрители, которые там, может, удивили, я не знаю, как вообще-то выглядит изнутри немного, за кулисами. Да, там у каждой делегации была своя комната, но сам общий бэкстейдж был очень большой, с громадным экраном, где все показывали. И там была громадная гримерка, где и парикмахерская, да, там, где много специалистов сидели. Все возможно, да, и скоро помощь. И гладильная. Город, разведливый целый город, да? В принципе, да, такой маленький городок был. А что-то, так, я хотел спросить по поводу, по поводу дальше, вот, ну, после того, как Марта сказал, что сегодня выходит альбом, уже, в принципе, вопрос снимать. Я хотел спросить, потому что будет ли дальше, потому что часто Евровидение является таким единоразовым действием, то есть после этого там переходит все обратно к своим проектам. Но вы, получается, не останавливаетесь, карусель, он продолжит, она продолжит крутиться. Дело в том, что это же первая песня, и мы только начали, в принципе, да, это как такой трамплин для нас, я бы сказал, да? Многие люди узнали про нас, это очень хорошо, и поэтому это только начало, и мы до этого играли очень много все, и нет причин, как бы, не играть дальше. Очень интересная ситуация, то, что мы совершенно новая группа, но очень опытная. Это каждая по себе или сама группа? Каждая по себе. Группа-то новая, да. Музыканты, такие, ну, достаточно, на латвийском поле, скажем так, достаточно известные, безусловно. Просто вот как это будет теперь, концентрация внимания будет на карусели, то есть у Марта с Ислами, у Пилнига. Ну, наверное, сложно представить, что ты перестанешь с этой группой играть. Ну, вообще, как бы, у каждого музыканта такая ситуация, что очень много проектов, на самом деле. Все это очень привычное. Это, кстати, ничем ниже музыканта, которая... Или это... Нет, дело в том, что если ты работаешь... Пратого это, например, словно говоря. Они же пратого это. Ну, это, наверное, единственное, мне кажется. Потому что, если ты музыкант, если ты живешь только музыкой, то, в принципе, в Латвии ситуация такая, что у всех, как бы, по несколько. Да, да. Серьезно? Да, это так есть, конечно. Это какая-то латвийская специфика? Нет, просто она так. Ну, это, мне кажется, везде вообще так, да. Везде коллаборации, если возможно, происходят. Так что это нормально. Конечно. Ничего нового, как бы. Конечно, мы не против играть, концентрироваться, быть только в одной группе и играть. Но те, которые играют только в одной группе, они, как правило, еще где-то работают в другом месте. В другой сфере. Ну, нет опасений, я думаю, что, конечно, может быть, с этим проблем не должно быть, но что Евровидение – это такая яркая вспышка, и что восприятие слушателей, например, и зрителей, оно будет всегда отталкиваться от Евровидения. Ну, то есть, условно говоря, а, это эти ребята на Евровидении были, ну, конечно. Вот не боитесь стать заложниками немного? На самом деле нет, потому что мы на Евровидении показали себя своей музыкой. Такой же самой музыкой, какая у нас в альбоме. А, то есть? Да. То есть, это очень большая ошибка, что часто вообще делают исполнители на Евровидении, что они делают песню, которая, может быть, даже очень крутая, и все там здорово, и так далее, но они в итоге не хотят такую музыку играть. И поэтому там сложно получается, что люди их ассоциируют с Евровидением, они хотят слышать вот эту музыку, а исполнитель хочет играть другую музыку. Ну да, в общем, если людям понравилась наша песня, то им и понравится наш альбом. Хорошо, есть несколько, много достаточно артистов. Вот от России выступал Сергей Лазарев, он, в принципе, тоже известный поп-певец. Я веду к тому, что он выступал уже не первый раз, а, насколько я помню, он сейчас вылетел из главы, который со скрипкой, норвежец, который выиграл. А, Рыбак. Да, 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 Александр Рыбак, точно, тоже выступал два раза, но второй раз просто уже менее заметно. Я к чему веду, вы не думали уже в следующем году? По-моему, в Латвии так, что если ты уже, ты даже не можешь, по-моему, по крайней мере, в следующий год ты, по-моему, будешь. Или нет такого? Ну, может быть, для нашей небольшой страны, может быть, это было бы справедливо. Ну, хорошо, если вот это не учитывать, в принципе, не исключайте. Мартис. Мартис задумался. Мартис задумался. Есть еще другие проекты. Ага, например. Ну, такие крупные, международные, какие еще проекты есть? Ну, к примеру просто. В смысле? Ну, другие проекты, ты что имел в виду? Не, я... А, мне хочется выступить от другого проекта. Ну, а Мартис хитрый, у него и много проектов. Ну, не исключаешь такую мысль. Да, конечно. В принципе, еще раз вот окунуться вот в это все. Это суперский опыт, на самом деле, и мы много что узнали, на самом деле. Да, очень интересно, там отношение другое. Как-то у нас в Латвии, по-моему, к Евровидению такое особое отношение. Да, да, да. И там, на самом деле, в каждой стране к этому конкурсу абсолютно по-другому относятся. Есть такое, правда? Да, да, в Швеции. Это на уровне футбола. Да, да. В Швеции, например, или в Англии, там... Да, у них совсем другое отношение к этому всему. Там на месте как-то это все по-другому происходит, ты видишь с другой стороны все это. Мне просто оказалось, что в Евровидении отношение такое со стороны музыкантов, вот еще раз говорю, с таким академическим более бэкграундом. Не очень, да. Да, что это как-то что-то несерьезное такое, ну, то, что по-псой называется на русском языке. Во-пса, как бы. Ну, на самом деле, там действительно очень разные музыканты, очень разные певцы. Мы там слышали, как на бэкстейджах распеваются они. И там есть такие, скажем, и на уровне кружка, и есть совершенно профессиональные певцы. Например, Швет был очень хороший певец, и песня у него была хорошая, да, на самом деле. Ну, и он занял, в итоге там, место довольно высокое, сейчас сходу не вспомню, какое оно. Пятерку, если не ошибаюсь, он вошел. А практически каждое Евровидение, оно связано с какими-то скандалами, и уже даже такие мысли появляются, не создается ли это искусственно, потому что, ну, а скандалы, они своего рода тоже рекламой являются. Я просто вот конкретно хотел, например, спросить то, что касалось Украины. Вы, наверное, знаете, да, украинская певица одна, потом вторая, их там несколько было, они отказались участвовать. И изначально это было потому, что якобы вот, ну, государство, скажем так, отправляя артиста на Евровидение, давало им какие-то установки. И вот эта вот певица, Маруф, да, ее, кажется, звали, она отказалась, сказала, ну, я артист, я не хотела бы там становиться заложником отношений между государствами. Вопрос такой, вы когда ехали, у вас были какие-то, ну, если не на уровне прям напрямую, на путстве, то, может, какие-то сигналы. Вы представляете Латвию, ребята, вот, пожалуйста, здесь это, здесь, пожалуйста, исключайте это, а это побольше наоборот. Что-то такое было. Нет, ничего не было, да. Совершенно. Ну, это какая-то дорожная карта не выдавалась, то есть, ребят, там, остерегайтесь того-то, там, ну, что-то такое. Нет, ну, это как бы политическая мероприятие тоже, как бы, да. Ну, отчасти, безусловно. Отчасти, хотя они хотят, чтобы она таким не была, и в этом плане, мне, конечно, нам очень повезло, что Латвия тоже согласна с частью руководства Евровидения, что, ну, не надо нам никакой политики здесь нигде. Да, что это все-таки конкурс песен. Да, да, да. Мы этого придерживаемся. Нам только сказали, будьте осторожны, ребят, будут политические вопросы. Да, да. Из ситуации, там, с политикой и так далее. Из политики на израильске, да. А вы на финал, ну, после, вы остались, вы смотрели, где вы это все смотрели? Некоторые смотрели, некоторые остались смотреть по телевизору. Ну, вы заяли. Да, некоторые. Мы были, конечно, мы же не знали результатов, поэтому билеты были куплены уже после. Ну, конечно, да, да, да. А вы где смотрели? Финал. Мы решили не ехать на финал, а решили просто лучше отдохнуть у моря. А, то есть так не сидели? Нет, потому что, по-видимому, смотрели, условно говоря. Мы включили телевизор потом в номере своем, как бы собирали чемоданы и прилетели. Да, на самом деле, там, когда только финал кончился, нам там через пару часов буквально надо было уезжать. Ну, то есть все вот эти выступления Мадонны там... Только по телевизору до этого, как бы вот этих там четыре дня с репетицией. Вот это ты видели, может быть, Мадонна приехала она заранее, или она в тот же день, наверное, да, прилетела? Нет, там как-то все было очень так. Не пересекались? Там, по-моему, было спланировано так, что она там как отдельно, да? Ну, еще по поводу голосования, опять же, вот голосование, оно, насколько я понимаю, последние несколько лет оно делится. Раньше это был акцент на зрителей, сейчас вот вели это жюри, и вот это голосование показало, что есть большая разница между тем, как голосуют жюри, как голосуют зрители. Вот у вас по этому поводу, может, есть какое-то мнение, потому что это суперновая тоже, вы в конкурсах, в принципе, участвовали. Вот насколько правильно такую систему вводить, когда есть жюри, есть зрители, еще, судя по всему, там такой между ними контраст возникает, или все-таки нужно оставить зрителям? Ну, если честно, на самом деле, вот сейчас я даже думаю, что в каком-то плане, если это происходит так, как происходит, лучше это оставить зрителям даже. Хотя, когда есть жюри, это более адекватное мнение, может быть. Мне кажется, сейчас довольно хорошо все это там сделано, это система. Там были такие немножко моменты, что смотришь очень-очень все это политически, там, голосование идет. От жюри и от зрителей. От жюри. От жюри. Как будто бы перед этим конкурсом такая большая какая-то агитация проходит. Мы слышали всякие байки, что там торгуют с этими баллами, там, вы нам, мы вам и так далее. Ну, мы, как бы, мы в это все не лезли, и я знаю, что Латвия в этом совершенно тоже не участвует. У нас очень хорошая жюри, очень адекватная, и на самом деле наши жюри, если я не ошибаюсь, они примерно вот так, как все это в итоге оказалось, так они все это и проголосовали. У нас не так много времени остается, уже тогда немножко отойдем от Евровидения, в целом, вот, про музыку, если говорить. Меня интересует такой вопрос, вот, Карусель, я так понимаю, ну, Лайма Пилнега тоже, вы поете на английском языке. Да. Вот, вот, как ты, Мартин, для себя объясняешь, почему вы решили петь на английском? То есть, есть в Латвии такое убеждение, насколько я понимаю, что следует, либо ты поешь на русском, потому что ты берешь рынок, который восточнее, очень большой, очень крупный, либо на английском ты, как бы, сразу смотришь в западную сторону, хотя я лично, мне это не кажется очень логичным и справедливым. Мне тоже, тоже не понимаю. А почему на английском? Почему там? Не, Евровидение это понятно, а в целом, вот, альбом там, почему английский язык? Потому что это музыка такая, в принципе, этот язык, он подходит к этой музыке, это код этой музыки. Не просто происходит так, что ты пишешь музыку, и тогда ты поешь на каком-то языке, эта музыка, она уже идет сразу с языком каким-то. Но мы не исключаем то же, что мы, на самом деле, планируем песни на латвии. Да, в будущем. Будет и на латвии. Слава Пилнака, кстати, вот тоже, по-моему, пару дней назад вышла песня на латвии. По-моему, 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 если говорить чисто про индустрию, это действительно так вот работает или не стоит на это ориентироваться, что нужно либо ты на запад, либо на восток? Ну, вообще, как бы, говоря про запад и про английский язык, есть все-таки такая ситуация, что, ну, настолько хватает уже англоязычных музыкантов. Нужно удивить чем-то очень сильно, наверное. Очень сильно надо удивить, да, как Бьорк, например. Очень классно по-английски. Ну да, мне кажется, за рубежом людей интересует, например, ну, если говоря, там, из латвии что-то оригинальное, да, что-то такое интересное. Потому что там, скажем, да, что-то такое интересное. Английский язык, он просто сам по себе, он очень звучит в музыке, как бы, вот эти все буквы, они звучат. Ну, с другой стороны, да, с другой стороны, человек, для кого-то язык не родной, ему, наверное, сложнее самовыражаться на нем. Ну, а с латвийским языком, допустим, такая ситуация, что надо быть хорошим поэтом, чтобы он хорошо звучал. И, допустим, группа Prat и Vatra, да, BrainStorm, те же самые, у них просто супер все звучит по-латвийски. У них есть свои поэтов. Они нашли, как делать так, чтобы латвийский язык в этой музыке звучал отлично. Ну, да, просто на русском языке, я знаю, на русском языке, я насколько понимаю, вот они уже не сами на русский переводят. Я забыл, как вот зовут. По-моему, Тимофеев с ним. Да, 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 в частности он, да. Но вот по Украину мы упоминали, вот мне тоже интересует такой вопрос, если вот брать, мне кажется, страны, ну, СНГ, это называют постсоветские, то Украина как-то очень сильно выделяется, по крайней мере, в сегменте пуп-музыки. Вот Украина, она поставляет последние сколько-то лет, на самом деле, качественную, успешную пуп-музыку. Ну, и выигрывает при этом, там, у России даже, потому что в России она тоже, при этом Украина, как бы, ну, тоже, ну, больше в Латвии, конечно, ну, там, небольшая сравнительно страна, там, по сравнению с Россией особенно. Вы понимаете, почему так происходит? Почему в Латвии, например, такого не происходит? Почему мы не, в этом плане, не Украина, не поставляем тоже вот на рынок? Чем они берут, как бы, чем они отличаются? На самом деле, мне кажется, в Латвии происходит очень много интересных сейчас, очень много интересных проектов, появляется очень много хороших музыкантов в последнее время, прям вот... Ну, парочку туда идут, я раз уж так. Много школ разных, нет... Нет, интересно тогда, вот, кого можно уйти? Интересно, ну, я не знаю, очень многие возвращаются за грани, ну, я не знаю, не хочу никого отмечать, да, специально, я серьезно. Не, ну, это факт, действительно, появляется очень много, которые экспериментаторов таких и вот интересных людей, да, так что, мне кажется, все... Да, вот Украина как-то в поп, ну, поп, я имею в виду поп, вот, качественно, то есть в русском языке поп, он сразу с попсой ассоциируется, но поп-музыка, это, в принципе, просто популярная, качественная музыка, там, не знаю, та же Риана, там, условно говоря, все вот эти люди, ну, вот, и как-то вот так получается. Мне кажется, мы просто за этим так очень не следим, и нам так трудно комментировать, поэтому мы сидим и молчим. Ну, Латвия, это тоже сегмент поп уже, мне кажется, попадает, ну, опять же, в хорошем смысле, то есть это популярная достаточно Латвия группа. Согласен ли ты, Март? Отчасти. Ну, согласен, да. Хорошо, еще по такому вопросу хотел ваше мнение услышать. Вот в прошлом году, когда был этот концерт на 100-летие, я не знаю, опять же, насколько вы следили, который у библиотеки проект проходил, он назывался «Во имя любви», где выступали, ну, кстати, тоже достаточно такие разные артисты. И потом разгорелся скандал по поводу того, вот, сколько это стоило, во сколько это налогоплательщикам обошлось, сам Ульяне Шипкевец за все это отвечал, он потом говорил, что, ну, во сколько обошлось, столько обошлось. Вообще, как относитесь к такому, когда музыкант, артист, художник в широком смысле участвует в каких-то государственных историях, ну, и потом вот возникают вопросы, там, не знаю, у общества и, не знаю, у журналистов. Ну, в смысле, вот вы, хорошо, если бы вы, условно говоря, к такому коллаборации... Брались бы мы за это, да. Как вы считаете? Не, ну, в любом случае, человек вкладывает свой труд в это все, как бы. И совершенно нормальная ситуация. В государственных мероприятиях, в смысле, поучаствовать, да? Да, конечно. Уже немножко такое ощущение, когда вот что-то такое происходит, что музыканты становятся в этом случае козлами от мужчин. Жертвами, да. Я думаю, что в других отраслях и побольше деньги крутятся, и... Мне же ничего не пришло, но это не для самого музыканта. Да, для самого музыканта. В смысле, что вы сами музыканты, как вам самим это вот, то есть... Или вы говорите, не-не-не, я делаю свое дело, то есть то, что вот здесь я не хотел бы заходить в эту зону государственного человека. Просто мы с этим еще не сталкивались, я думаю, если бы было предложение, тогда бы мы об этом думали, да. Сейчас трудно сказать. Зарплата из государственных денег была получена много раз в жизни. Всякие тоже мероприятия с хором, какими-нибудь там, с хорами. И большие мероприятия, там, и так далее. Все это как бы происходит, и все это здорово, на самом деле. Такая же самая работа, как что-либо другое, в принципе. Единственное, да. Последний вопрос по этим вот уже общим темам. У нас который год продвигают такие идеи, что нужно вести на радиостанциях, собственно, мы на радиостанции находимся, вести квоту на латышскую музыку. То есть, чтобы обязательно звучало, например, только 20% эфира, это была латышская музыка. И мнение, вот есть ярые те, кто за, говорят, ну да, действительно, популяризируем нашу музыку, сколько можно слушать исключительно западную, что другие говорят, ну, это тоже как-то несерьезно. И просто этой музыки элементарно не хватит, латышской, чтобы настолько заполнить. Я думаю, хватит. Сейчас я повторяюсь очень много интересного. Я считаю, что это правильно, популяризировать свою музыку, искать что-то новое, искать у себя здесь интересных, талантливых артистов, а не, скажем так, просто копипейст брать там с запада, например, да. И, может быть, как раз-таки надо пытаться искать среди своих что-то интересное, оригинальное и давать, и помогать им развиваться, как бы. Я считаю, что это правильно, да. Макс, ты тоже поддерживаешь, да? Я совершенно согласен, да. Я считаю, что, ну, не то чтобы, как бы, обязательно должны быть какие-то проценты и так далее, но, как бы, само вот это вот отношение, да, я считаю, оно должно быть такое, что мы не смотрим, что у нас там в Англии, там, в топе, или там в Штатах, в Биллборде и так далее. И вот мы будем играть всю ту же самую музыку здесь. Должно быть свое мнение, у нас своя культура, очень богатая культура и страна, и свой вкус на музыку, и нам не надо ни от кого, там, вдохновляться вкусом, как бы, ставить музыку, которую люди, потому что люди, они будут слушать то, что звучит, как бы. Мой кот ест то, что я ему даю кушать дома. Интересное сравнение. Спасибо большое. Март Савсилевский, Стас Юдин, группа «Карусель» и множество других групп тоже. Спасибо вам большое. И я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Каней. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.